Шерсти, которая позволила бы в некотором смысле пересмотреть локальный литературный канон или вообще отказаться от таких иерархизирующих понятий вроде канона. И в этом смысле духовка и вообще творчество Евгения Харитонова, и не только его, кажется очень важным. И, собственно, как текстов, которые преодолевают некоторую тотальность канона, если воспринимать его в смысле Яна и Алейда Осман, в их давней статье описывается, или дискурса, более термин связанный с Мишелью Фуко. И для этого продуктивными могут быть взгляды на литературу, в которой даже нет такой специфической концепции, но различные тезисы, развертки о литературе, которую писал Жиль де Лёс в 60-80-й год. И, собственно говоря, я имею в виду, в первую очередь, понятие малой литературы, которую я здесь понимаю достаточно широко, как то, что позволит обнаружить в тексте какие-то малые, не бросающиеся в глаза при солидарном чтении и игнорируемые при анализе какие-то, может быть, нелитературные элементы литературного, или вот как в другой его работе, написан уже отдельно, в Путае, собственно, Марсель Пруст и Знаки, где он в пику уже существующей на тот момент интерпретациям Пруста как глубокого философского автора рассматривает, расчерчивает, можно сказать, некоторую цепь таких, систему, вернее даже, можно сказать, знаков, благодаря которым Марсель и, собственно, обретает себя, время и так далее. Но сначала, мне кажется, важным очертить контексты, в которых существует творчество Евгения Харитонова и конкретно повесть «Духовка». В какой-то исторической, генеалогической ветре она связана с традицией европейской, русской, романтической повести от, собственно, Лермонтова до, может быть, Меловела, Билли Батт, я имею в виду, да, такие неожиданные достаточно примеры. Ну, я, как бы, дополнительно этого касаться не буду, просто, чтобы, как бы, некоторую топологию появить. С другой стороны, как бы, текст является, можно сказать, просто парафразом, перефразом или ремейком, можно сказать, смерти в Венеции Томаса Мана, с которым его чаще всего связывают, и вообще традиция, как бы, вот, такого гумоэротического письма. Я сейчас об этом расскажу. Но пока что, вот, конкретно в историческом смысле это принадлежит, как бы, той части русско-советской непоцензурной литературы, которую я, вслед за рядом исследователей, среди которых Владислав Кулаков, Станислав Савицкий, Илья Кукулин, воспринимаю как особое культурное пространство, литературный процесс, не включенный в деятельность государственных литературных институций и, там, свакуум с произведений, созданных без оглядки на цензурные нормы и нерассчитанных публикаций в Советском Союзе. И внутри этой же достаточно крупной, как бы, общности, множества, достаточно крупного множества, я выделяю, разделяю, как бы, ввожу, точнее, применяю введенную Михаилом Айзенбергом, поэтом и критиком, как бы, дифференциацию, собственно, это не подцензурная литература, но, собственно, не подцензурную, к которой мы относимся, как бы, произведения нормальной литературы, которые, как бы, не опубликованы по каким-то цензурным, вот, именно, и политическим, скажем так, в привычном смысле слова, политическим, но это произведения Солженицына, Аксенова и так далее. С другой стороны, собственно, не подцензурные, да, принципиально не публикуемые тексты, которые пишутся не столько даже для себя или в стол, да, а нерассчитанные на прохождение через советские эдикционные цензурные фильтры и, скорее, обращенные внутрь некого сообщества. Но, с другой стороны, это гораздо более трудноопределимое такое фантомное во многом явление, которое можно, там, назвать квир-литературой, геи-литературой, ЛКБТ-литературой. Здесь, в данном случае, неважно мне определение, просто важно очертить этот контекст, в котором тоже существует Евгений Харитонов, которого сейчас называют, там, первым прозаиком, который пишет на гей-темы исключительно и так далее. И, при этом, как бы, это тоже вопрос дискуссионный. Но, действительно, в духовке и в последующих его произведениях присутствует то, что, как бы, вот в классическом уже эссе Харальда Бивера называется «Homosexual Science», да, который образуется из деконтекстуализации конвенциональных социальных смыслов. Вот. И, конечно, пересечение этих множеств, да, контекстуальных, ставит вопрос, как бы, ну, выведенный в заголовок, в договоре, и, как бы, вопрос отчитателей, кому же, собственно говоря, это, кто же все это должен воспринять и как? И тут, как бы, Харитонов оказывается в ситуации, как бы, совместно со своими, как бы, более известными коллегами, такими, как Дмитрий Александрович Пригов, Лев Рубинштейн, Владимир Сорокин. Все эти люди о нем отзывались очень комплиментарно и были с ним знакомы. Как бы, адекватное прочтение которых, я имею в виду ранний, тексты, 70-80-х которых, адекватное прочтение которых, на мой взгляд, должно, как бы, иметь в виду и тот специфический контекст, замкнутый, закрытый контекст, да, когда читателями произведений или слушателями, вернее, даже произведений, становились, собственно, люди из ближнего круга автора, да, и, собственно, которые были вовлечены в определенную эту такую бедную, дефолтную экономику, да, отношения, как бы, в каком-то смысле, даже теневые, теневая экономика литературы, да, и, собственно, это влияло на адейсацию текстов и деформировало или формировало, слэш-деформировало их какую-то, ну, собственно, коммуникативную инстанцию, да, и, собственно говоря, которая отражалась и в тексте. И если применить к этому, как бы, вот, известную, как бы, концепцию понятия имплицитного читателя, да, которое довольно широкое понятие, и, наверное, оно бы здесь подошло, и только в большей степени, вот, здесь, быть может, у этого имплицитного читателя задействована именно некая аффективная, да, некая коммуникативная и, в меньшей степени, общекультурная какой-то бэкграунд, связанный с взаимодействием с этими произведениями. Например, «Духовка», ну, можно также тексты Рубинштейна, «Пригов» и других вспомнить. Вот, и тут важно оговориться, что позднее и «Пригов», и Сорокин, и Рубинштейн работали и в постсоветское время, и это совершенно другое, их, как бы, тип существования в культуре, который отличается от того, который был до, еще в советское время. Харитонов, так как он скончался в 81-м году, он это время не застал, и поэтому в некотором смысле существует вот в этой ситуации такого взаимодействия текстов. Я, собственно, позволил себе подумать над тем, как можно описать это с точки зрения, ну, в каком-то культурологическом, скажем так, аспекте. И действительно биография, и академическая, творческая биография Харитонова здесь является, в некотором смысле, подсказкой. И, на мой взгляд, что в этом тексте, в «Духовке», небольшой взаимодействием полости, приобретены какие-то рецептивные стратегии, которые характерны как для литературы, так и для кинематографа, и пантомима. Они, конечно, различаются, но именно все эти конвенции позволяют создать вот это, на мой взгляд, уникальное произведение, которое, с одной стороны, говорит об отчуждении некоторым, которое создается литературным, собственно, языком, и некой тягой к обществе, аффективной тягой к обществе, которая является таким имплицитным сюжетом этой повести. И, собственно говоря, конечно, такой вывод поталкивает обращение к этим размышлениям. Это сама биография Хайтонова, который защитил диссертацию, которая довольно красноречива называется, «Пантомима в обучении киноактера», которая, с одной стороны, посвящена довольно оригинальной, по сей день, теории пантомимы, которая, собственно, разрабатывала Хайтонов и применял ее на практике в различных ДК, в каких-то заштатных театрах, с переменным успехом, прямо скажу. Имеется в виду, потому что везде ставили заслоны. И, собственно, кинематограф, и кинематографичность, и кинемографическая идентичность актера-кинематографа, которая заявлена как некая рамка, в которой, собственно, этот человек или мим, или актер репрезентирует свою идентичность, которая оформляется телесно, шестуально. И, собственно, в этом смысле субъектность главного героя, которая, как я уже сказал, рождает какую-то, во-первых, цепь ассоциаций литературных, связанных с романтической повестью, со смертью в Венеции в большей степени, что признавал сам Харитонов. Поэтому она показывается как бы отстраненной и отчужденной, как бы разыгрывается. Это можно вспомнить, есть в диссертации самого Харитонова некая манифестация, важность для него, собственно говоря, тела из Таниславского, о предлагаемых обстоятельствах и о игровых условиях, в которых должен существовать актер. И в этом смысле это можно транспортировать на субъективность, субъектность повествователя этой повести. И при этом повесть довольно много, зафиксирована на множественных каких-то отдельных мелочах, артиталях, быта, лексики, жестуальности и так далее, которые можно отнести к социально-символическому уровню и создающих тот эффект реальности, о котором мы уже сегодня вспоминали, которое безошибочно определяется как некоторые связанные с позднесоветским временем. И причем это работает как с людьми, которые жили в то время, так сказать, и те, кто там не жили. И именно в каком-то... Потому что в нерациональном уровне это возникает. С другой стороны, кинематограф, я воспринимаю здесь, это было важно и для самого Харитонова, который пишет об этом в своей диссертации, не эксплицитно, но это возникает в некоторых местах. Концепция кинематографа, которая идет от ранних теоретиков, таких как Жанн Эпштейн, в меньшей степени Юрий Танянов, который, хотя тоже упоминает об отделении литературы, дифференциации литературы и кино. Это важная такая традиция кинотеории. Ну, даже Лиде Лёза и в современной, в российском контексте Олег Рансон об этом пишет. И это связано с неким проблематикой или пониманием движения, которое лежит в основе мироздания и в данном случае отпечатывается на самом синтаксисе повести, каждое предложение, которое напоминает сложно устроенный покадровый план, смонтированный каждое предложение, которое устроено как совокупность пропущенных звеньев, если вспомнить. Которое понятно или, возможно, прочувствовать зрителю по определению, без каких-то рациональных объяснений. И, наконец, пантомима, который уже локализует это движение, конкретные, как бы, ситуации конкретного героя, героев, и, собственно, придает значение этим эллиптическим умолчаниям, которые присутствуют во множестве предложений у Харитонова по латентному такому, в смысле, Фрейда, конечно, и в смысле недавно актуализировавшего Ханса Улиха Гумбарта в книжке «1945» с удержанием повести. Ну, то есть, в этом смысле, как бы, в этой повести, в этом произведении оказывается важным вот это мерцание или такие своеобразные качели, которые читатель и вслед за повествователем переживают между собственно установкой на выражение чувства как индивидуального проявления, чувства любовного имеется в виду, гомозексуального, и в то же время аффекта, как, собственно говоря, гораздо более широкого понятия, которое во многом связано с объединением, которое испытывают многие, которого повлекаются многие. И вот, собственно, эти своеобразные качели создают определенный эффект, очень неповторимый, очень важный от этой повести, связанный с этой повестью. Вот, кажется, все. Спасибо. Спасибо, Денис Владимирович, и спасибо за соблюдение регламента. Пожалуйста, коллеги, вопросы какие есть? Можно, да. Вот, Денис, значит, я хочу заострить внимание на вот той части твоего доклада, где ты говорил про эффект закрытых сообществ, закрытой коммуникации, да, присущей неподцензурным, неофициальным сообществом позднесоветским, и эффект имплицитного, да, и свойством, да, имплицитного читателя, да, текста, который ты разбираешь. Ну, вот, смотри, дальше ты говорил, насколько я поняла, про некоторый общий свойственный позднесоветскому, да, как бы штимунг, да, то есть, смотри, нет ли здесь двойной рамки. С одной стороны, это рамка вот этого позднесоветского, да, штимунга по Гумбрихту, да, как бы рамка такая более общая, предназначенная как бы для читателя того времени вообще, и в то же время вторая рамка, это рамка, которая задается вот этой вот закрытой коммуникацией, да, коммуникацией в рамках сообщества, да, и если действительно у нас есть вот такие вот две рамки, да, то не связан ли с этим эффект мерцания, да, и как они друг с другом тогда, если они есть, могут взаимодействовать? Спасибо за вопрос. Насколько я понял как бы из книжки Гумберта, это достаточно такая протеичная его система и теория, которая в принципе включает довольно, может включать в принципе любое сообщество, собственно, он выделяет просто какие-то такие столбовые, что ли, концепты, скажем так, понятия, вот одно из них латентное, которое, по-моему, чуть ли не центральное в этой книжке, которое, собственно говоря, и пронизывает самые разные явления искусства, там, политической жизни и так далее. Я думаю, что, ну, просто по понятным причинам я дополнительно об этом не говорил, но, как бы, я об этом думаю. Каким образом можно вот эту всю проблематику, меня в большей степени интересует анализ духовки, нежели чем существование сообщества, да, которые, как бы, являются, ну, таким вот, ну, как бы, это сказать, таким тайным, что ли, героем всей этой повести, да, и вообще этой литературы, то есть, неким поразителем этой литературы, так как вот можно вспомнить такой радикальный достаточно тезис Деллеза о том, что литература состоится коллективно. И вот, мне кажется, Харитонов в этом смысле, он яркий пример, как, например, Улитин, Робинштейн и так далее. то есть, мне важно, как бы, понять вот это, коллективно не в смысле все садятся и пишут, а в смысле, это некое выражение аффектов, которое по определению, на мой взгляд, коллективно. Ну, я вижу противоречие. И в плане противоречия, наоборот, в плане какого-то вот продуктивного включения общего контекста, да, общей рецептивной рамки, да, вот в эту вот сообщническую, или как это сказать, да, коммунативную рамку, да, о которой ты говоришь. Мне кажется, что это может быть действительно продуктивным ходом, да, в изучении, скажем так, малой литературы позднесоветского периода или малых литератур, в том смысле, в каком, да, об этом говорят, велосипватаре. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Можно маленький вопрос, на уточнение? Спасибо большое за доклад, очень интересно. Мне вот что показалось интересным, то есть, с одной стороны, понятно, вы говорите про Харитонова в контексте постсоветской литературы, а с другой стороны, правильно я понимаю, что, условно говоря, если этот текст как бы вынуть из этого исторического или социокультурного контекста и дать читателю или читателям, которые вообще ничего не знают ни про советское, ни про постсоветское, ни про все эти контекстные вещи, то вот этот эффект воздействия текста, о котором вы говорили, в смысле качеля, он все равно сохранится именно потому, что текст так организован. Так что, как бы, в тексте есть это, вот как вы говорили, мерцание между индивидуальным чувством и вот аффектом в смысле вот какого-то объединения. Так как бы и вне исторического контекста текст все равно свою действенность сохраняет. То есть правильно я понимаю? Ну, я полагаю, что да. Может быть, я немножко так, немножко смело спонировал как бы на определенную какую-то общность читательскую. Это просто конкретные люди, да, это такая импирь бытовая, да, то есть люди, которые как бы в интересы жизненные, там, академические не входят как бы исследования конкретных сюжетов, которые, собственно говоря, действительно определяют. Да, может, в этом смысле я спешил и смело сказал, но вот этот эффект, я думаю, ну, никуда не девается, да. Ну, вот, для меня он становится гораздо более очевидным. Другое дело, что, конечно, Хайтронов, это, мягко говоря, не самый изучаемый артер, и, ну, таких вот, этих вопросов я не видел больше ни у одного исследователя, хотя есть очень представительные статьи, там, например, Кирилла Рогова, которая занимается, это, возможно, лучшая статья Хайтронов вообще на русском языке, которая, собственно говоря, как раз говорит об аффекте, но в аффекте в таком общем смысле, да, не разделяя ее на какие-то под темы, не разделяя чувства, аффекты, и так далее. Спасибо. 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 Интересно. Спасибо. Тогда, наверное, теперь мы переходим к докладу нашего фактического организатора всего, Артема Александровича Зубова, кандидата филологических наук, преподавателя кафедры теории словесности МГУ, и доклад «Жанровая идентичность текста и вариативность эффекта правдоподобия, анализ читательских отзывов о романе Глуховского текста». Спасибо большое. Так, сейчас я включу демонстрацию экрана. Да, еще раз спасибо большое за представление. Прежде всего, я хотел бы сказать, что в этом докладе я хотел, планировал, попробовать для себя новый материал, то и бишь, анализ читательских отзывов. С ними как-то я до этого не работал никогда. Вот, и мне просто стало интересно, как на основании читательских отзывов можно делать выводы о том, как работает эффект правдоподобия в тексте литературном. Ну и, соответственно, поскольку материал для меня новый, я буду очень благодарен за замечания и комментарии. Так, для начала я хотел бы два слова буквально сказать о гипотезе, то есть о том предположении, которое у меня было еще до того, как я подошел к материалу, и которое по-настоящему материал определил, в смысле, роман Глуховского и отзывы на него, и через призму которого я на этот материал смотрел. Гипотеза заключалась в том, что мне казалось, что удастся установить зависимость между представлениями о жанрах, которые есть в сознании читателей, и восприятием текста. То есть я полагал, что существует прямая связь между горизонтом ожидания и тем, как читатели текст оценивают. И поэтому мне казалось, что роман Глуховского это максимально удачный материал, потому что с одной стороны известно, что Глуховский это автор популярных фантастических романов из серии «Метро» и романа «Будущее». В то же время роман «Текст», когда он выходил, позиционировался как такой первый реалистический роман. Он собрал пакет рецензий самых разных, от критиков до самого разного профиля, так сказать. И более того, роман «Текст» номинировался на премию «Нос». И вот в публичный образ писателя таким образом сложился, вот эти факторы сложились в то, что публичная карьера Глуховского выстраивалась как движение, что вот он из жанрового, то, что часто называют жанрового сегмента литературы, или как это иногда именуют, жанрового гетто, перешел в мейнстрим или в большую литературу. И, соответственно, у меня была мысль светлая, что вот этот двойственный статус текста Глуховского будет влиять и на восприятие, что с одной стороны будут читатели знакомые с более ранними текстами Глуховского, с его фантастическими текстами, и что через призму этого опыта, этого знания они будут воспринимать и, вот, казалось бы, реалистический, первореалистический роман автора. И на самом деле вот именно так я сам этот роман и читал. То есть я читал его как спекулятивную фантазию о роли технологий в мире. Но удивительным образом оказалось, что со мной, вот когда я уже анализировал отзывы читателей, оказалось, что со мной был солидарен только один человек, который предложил прочитать этот роман как киберпанковский текст, то есть тоже про технологии. И тоже, как и я, видел во всех этих жизнеподобных или бытовых описаниях определенный сдвиг или нарушение привычной меры условности. Но вот такой читатель был только один, не считая меня. И в то же время я предполагал, что будут читатели, для которых текст Глуховского будет некоторой новинкой, чем-то, условно говоря, они с ним, с Глуховским еще не знакомы. И, соответственно, они скорее будут читать этот роман именно как роман о жизни, как бытописательный роман о современном городе, о современной жизни. Да, то есть мне казалось, что будут эти два, как минимум, два разных социальных мира, границы которых будут более-менее совпадать с границами жанров, далее с представлениями о жанрах. И вот в этих разных социальных мирах текст будет несколько по-разному восприниматься. Но когда я уже подошел к рассмотрению конкретных отзывов, оказалось, что это не совсем так, что гипотеза нуждается в уточнении. И оказалось, что зависимость все-таки есть, но она не такая буквальная, да, вот как мне казалось сначала, она имеет более сложный характер и, более того, она проявляется не всегда. Так, теперь поясню материал, откуда я брал отзывы. Отзывы я брал с сайта, который называется «Лаборатория фантастики». И этот выбор обусловлен тем, что, насколько я себе представляю, «Лаборатория фантастики» это одна из, наверное, крупных баз данных по литературе в российском интернете. И вот слово «фантастика» в названии, оно уже сейчас несколько условно, то есть, исторически понятно, это был сайт именно про фантастику, но сейчас это совсем не так. Там про самые разные вещи выкладывается информация и про самые разные вещи читатели обсуждают. Вот. И вторая причина, почему я брал отзывы именно с этого сайта, потому что, как я себе представляю, пользователи этого сайта имеют уже устойчивую привычку оставлять развернутые отзывы. То есть, это не одно-два предложения, там, не одно-два слова, и это не просто оценка, а это действительно развернутые тексты, некоторые там на страницу, на полторы страницы вордовского файла, по которым можно составить представление о том, на какие вещи вообще читатели обращают внимание, как они эти вещи трактуют и каким смыслом, или какой ценностью они эти вещи для себя наделяют. Вот. Но если привести точные цифры, то в целом текст Глуховского был оценен 431 человеком, то есть, это вот все люди, которые просто какую-то оценку поставили. Вот. Из этих, из этого массива 40 человек оставили отзывы, то есть, оставили какой-то текст или более-менее развернутый комментарий. И, соответственно, вот эти 40 текстов я и рассматривал, да, я и анализировал. Так, и возвращаясь к проблеме жанра. То есть, в целом, в отзывах читатели использовали жанры, то есть, они соотносили Роман Глуховского с другими группами литературных произведений. И сразу поясню, что слово жанр я в этом контексте понимаю максимально расширительно, то есть, для меня это любая группа, объединяющая литературный текст на основании каких-либо признаков. То есть, если читатель соотносит текст к какой-либо группе, это означает, что читатель в этом тексте какие-то характерные или типические черты группы усмотрел. И при этом для меня вот эти типические черты могли относиться к совершенно разным областям, к аспектам текста. Могли касаться и сюжета, и персонажей, каких-то отдельных деталей, тогда очень конкретных текстуальных признаков. А могли касаться и таких уже более трудноуловимых аспектов, как атмосфера, или тон, или интонация и таких вещей. Но оказалось при рассмотрении отзывов, что соотнесение романа с той или иной группой служило читателям как способ рефлексии об опыте чтения. То есть, некоторые автоотзывы, например, чтобы пояснить свою оценку, сопоставляли текст Зуховского с предшествующими романами. И на основании этого говорили текст лучше или хуже, чем путешествующий роман Глуховского. Или, например, сопоставляли с криминальным романом, или с мелодрамой, или с другими авторами. То есть, там часто сравнивали с Достоевским, кто-то сравнивал с Кингом, кто-то устанавливал связь со Слабниковой, с Рубановым, даже с Джорджем Мартином и так далее. И здесь можно было бы предположить, что горизонт ожиданий, который был у читателей, как-то влиял на их оценку. То есть, например, если читатель сравнивает роман-текст с криминальным романом, то, соответственно, оценка будет исходить из того, насколько удачен или неудачен текст по отношению к ожиданиям от криминального романа. Но связь она иногда была, но она была не всегда тесной. То есть, смысл в том, что, например, для одного читателя сопоставление с криминальным романом трактовалось в положительном ключе, то есть сюжет текста увлекательный, как в криминальном романе. А, например, для другого читателя трактовался в отрицательном. То есть сюжет также тривиален, то есть банален, неинтересен, как в криминальном романе. Также, например, работала связь, отсылка к ранним текстам Глуховского. То есть для одних, например, текст оказывался не похож на метро или будущее, то есть он лучше, значит, автор развивается. А другие, например, говорили, что текст также плох, как метро, то есть автор, я так и был плохим писателем, им и остался. Таким образом, я для себя заключил, что ожидания, связанные с теми или иными группами или жанрами, не были для читателей устойчивыми моделями для оценки. То есть, скорее, соотнесение с разными группами возникало уже постфактум, то есть для объяснения или для авторефлексии о реакции, но при этом при формировании реакции решающей роли эти ожидания не играли. И таким образом мне пришлось скорректировать фокус анализа и смотреть не на зависимости между горизонтом ожиданий и оценкой, а на что-то вроде первичной реакции, то есть на эмоциональный отклик или аффект, который возникал у читателей при взаимодействии с текстом Глуховского. Пожалуй, отзывы были весьма разнообразны, и одни и те же один и тот же текст, одни и те же детали или вещи в тексте объяснялись или оценивались совершенно по-разному. Но, как мне показалось, при всем этом разнообразии всё-таки есть какая-то устойчивая реальность, в кавычках, которая все эти отзывы объединяет. И вот для себя я это назвал «реальность опыта» в кавычках или «реальность аффекта». При этом тоже поясню, что термин «опыт» я в данном случае понимаю не как опыт фикциональный, который читатель получает при погружении в мир текста и соотнесении себя с героем. То есть я не говорю об опыте, который читатель имеет, смотря на мир, вымышленный глазами персонажа и сопереживая ему. Я имею в виду опыт, который первичный, даже не знаю, как это назвать, первичный эмоциональный реакция на текст. То есть в этом смысле вот аффект, о котором я говорю, он либо есть, либо нет. Если читатель этот аффект переживает, если этот опыт соприкосновения с текстом был, то дальше читатели наделяли его разным смыслом, как-то интерпретировали, объясняли в соответствии со своими представлениями о литературе, о жизни. А если этого аффекта или опыта не было, то и тут говорить не о чем, тут как бы читатель оказался полностью слеп к этому тексту. И имея в виду эти рассуждения, я пересмотрел отзыв, фокусируясь настоящим за объяснениями аффекте, который, как я полагаю, и послужил стимулом для написания отзыва. И здесь я исходил из предпосылки, что сам факт наличия отзыва можно рассматривать как свидетельство сильного эмоционального переживания, которое читатель испытал. Отзыв таким образом для меня становился эмоцией, требующей выражения. И я, в общем, более, мне кажется, осознаю спорность этой предпосылки. То есть понятно, что разные читатели по разным причинам оставляют отзывы. Более того, очевидно, что, например, читатель, который испытал сильное впечатление от романа, мог и ничего не написать просто потому, что у него или у нее нет привычки к написанию отзывов. Но все-таки мне кажется, что между фактом написания отзыва и наличием аффекта есть связь. То есть какими бы ни были причины, какая бы ни была мотивация, побудившая читателя написать рецензию, точно, совершенно точно один из стимулов это сам текст. Если бы не было текста, точно не было бы отзыва на этот текст. И тут же хочу пояснить, что когда я анализировал отзывы, я не ставил перед собой никаких социологических целей. То есть я не хотел установить связи, дали зависимости между содержанием отзывов и группами читателей. И цель моего анализа была исключительно эстетика теоретическая, наверное, так ее можно назвать. И опять же, с отсутствием социологической оптики связано еще одно ограничение анализа, которое я осознаю. То есть очевидно, что у посетителей этого сайта, лаборатории фантастики, есть какие-то специфические черты, которые определяют их именно как посетители этого сайта. И возможно, что по каким-то чертам они отличаются от читателей, пользующихся другими ресурсами. То есть возможно, что есть вероятность, что возможно пользователи других ресурсов исходили бы из других предпосылок. Но это можно проверить, сопоставив разные отзывы. Но как ограничение, что делал я, я это осознаю. Да, это есть. И в следующей части своего доклада, уже практической, я хотел бы рассмотреть несколько отзывов и просмотреть несколько отзывов, в которых, я надеюсь, будет видна их аффективная сторона, которая, как мне кажется, отражает и аффективную природу чтения романа Глуховского. В самом общем виде читатели фокусировались на двух аспектах. На том, что изображается в романе и на его литературном или эстетическом аспекте. То есть, какое воздействие он оказывает, какие переживания вызывает, насколько он увлекательный, насколько захватывает и так далее. И, соответственно, на следующих слайдах я покажу, как я эти отзывы сгруппировал. Соответственно, отзывы, которые фокусируются на том, что изображается, я помечаю изображения в квадратных скобках, а те, которые фокусируются на литературных аспектах, как эстетика в квадратных скобках. Ну и вот, например, что получается. С точки зрения изображения, читатели, которые оценивали роман положительно, говорили о жизненности, что все в этом романе как в жизни. Это отзывы 7, 26, 27 и так далее. Да, это случайные цифры, это кодировка, которую я использовал, просто чтобы не воспроизводить имена пользователей. Вот при этом видно, что по этим примерам видно, что авторы отзывов отсылают не к своему личному опыту, а скорее к представлениям о том, как в жизни бывает. В жизни каждого из нас могла произойти эта история. Порой бывает так, что это книга о выборе, которую каждый из нас совершает и так далее. Дальше с точки зрения эстетики положительная оценка связывалась с тем, что автор сгущает краски или нагнетает атмосферу. И в этом, мне казалось, есть довольно-таки интересная взаимосвязь. То есть, с одной стороны, читатели коллективно говорят, что роман в романе как в жизни, с другой стороны, читатели осознают некоторые условности изображения, то есть признают, что автор намеренно какие-то краски сгущает, нагнетает мрачности. Но поскольку они трактовали это в положительном ключе, для них это нагнетение атмосферы трактовалось, как автор показывает что-то более реальное, чем жизнь, чтобы показать в итоге, как жизнь есть на самом деле. Вот один из читателей даже сказал, что в романе есть фантастические допущения, и это нагнетение тех испытаний, которым герою надо пережить. Как бы условности осознается, но она практикуется именно как инструмент, позволяющий показать жизнь, как она есть. Очень много, кстати, читателей писали о сильном воздействии романа, о том, что он выгоняет в депрессию, он вызывает чувство эмоциональной опустошенности, но при этом, поскольку они трактовали эти вещи в положительном ключе, они считали это доказательством художественной силы романа. А для тех, кто роман оценивал отрицательно, вот эта эмоция, которую текст вызывает, в смысле опустошения, депрессии и так далее, они, наоборот, трактовались как выдумка и условность, что автор намеренно сгущает тона, сгущает краски, чтобы ввести нас в состояние эмоциональной опустошенности, а значит, что текст условен, и это выдумка, и к жизни не имеет никакого отношения. Дальше. Те, кто, например, текст оценивали отрицательно, также обращали внимание на отдельные детали, в частности, на телефон. Собственно, вот сюжет романа крутится вокруг мобильного телефона. И, например, один читатель даже сказал, что вообще так телефоны не используют, и автор не понимает вообще, как телефоны работают. И с эмэсками мы не общаемся, и вообще в жизни так не бывает. А одновременно с этим другой читатель про тот же самый мобильный телефон сказал, что описание поразительно подробно и детально, и более того, даже может использоваться как для специалистов по IT-безопасности. Так, дальше поводом для одновременно и отрицательной, и положительной оценки становились образы персонажей, их поведение и поступки. И здесь тоже про персонажей люди говорили, как бы фокусировались на одном и том же, но выдавались совершенно противоположные оценки. То есть для кого-то нелогичность становилась синонимом искусственности, что герой ведет себя абсолютно нелогично, случайно, действия никак не мотивированы, значит, герой типичен в смысле как другие литературные образы. То есть к жизни не имеет никакого отношения. А для других, например, нелогичность и немотивированность поведения становилась признаком жизненности и реалистичности образа. Вот здесь даже возник совершенно замечательный момент, когда один читатель говорит, что герой ведет себя нелогично, это знак глубины характера, то есть жизненности литературного образа. Но дальше, как в качестве образца жизни, он указывает на текст Джорджа Мартина, как Джордж Мартин создает глубокие литературные образы. Для того, чтобы подтвердить жизненность персонажа, он ссылается на другой литературный текст. Вот такой странный парадокс получился. Это только маленькая часть примеров. Там, в принципе, читатели обращали внимание и на другие вещи. Там про язык очень много говорили, про изображение города Петербурга, сравнили его с изображением города у Достоевского. И, опять же, во всех этих случаях оценки были как положительные, так и отрицательные. И мне кажется, что в этой разнородности оценок и объяснений, реакций на эстетические стимулы, которые роман производит, видно, что читатели в целом фокусировались на одних аспектах текста. То есть это герои, поступки, атмосфера, детали и так далее. И хотя оценка и объяснение эти вещи получали самые разные, даже противоположные, видно, что есть общий аффективный фон, который разделяет читателей роман, который мотивировал дальнейшие переживания по поводу текста, а дальше рефлексии по поводу этих переживаний. И закончить доклад я хотел бы цитатой из не нового текста, но который, мне кажется, с учетом новых исследований в области когнитивной поэтики и эстетики может стать весьма актуальным. Это высказывание из эссе Вальтера Беньямина «Учение о подобии». Вот он там пишет. «Смысловая связь, проглядывающая сквозь звуки предложения, представляет собой основание, из которого только и может быть услышанное молниеносное подобие звучания». И мне кажется, то, про что пишет Беньямин, что что-то, что проглядывает сквозь звуки предложения, это есть какое-то такое дознаковое, досемиотическое измерение текста, которое становится источником аффекта, которое побуждает читателей к тому, чтобы находить самые разные ему объяснения и как-то для себя его оценивать. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Артём Александрович. Пожалуйста, какие вопросы есть? Можно? Да, Артём, огромное спасибо за доклады, за очень тщательно, просто понимаю, какая работа огромная проделана. У меня даже не столько вопрос, сколько, может быть, какое-то соображение. Мне кажется, что если вот к этим отзывам применить методику grounded theory, то есть если их определенным образом кодировать, то вот эта вот прорисовка того, на что направлено читательское внимание, окажется более детальной и тщательной. И тогда, как мне кажется, то есть что мне показалось, да, здесь есть два рода реакций, ну вот в том, что было продемонстрировано, да, так, конечно, надо тщательно смотреть на весь материал. Есть два рода реакций. Одни специфические, то есть имеющие отношение непосредственно, ну, условно, к фантлабу, к сообществу фанатов фантастики, да, к этому тексту конкретному, а другие неспецифические, то есть имеющие отношение к обычному фрейму, да, вот такого неспецифического чтения, ну, просто читателей, условно говоря, да. Вот, соответственно, как вот тут опять возникает вопрос, да, во-первых, да, про то, какие вызывают реакции, из этих реакций непосредственно этот текст, да, потому что, мне кажется, важно ответить на этот вопрос, а какие являются, то есть какие являются содержанием, а какие являются формой этого содержания, то есть фреймами, в которые вот это содержание, непосредственно реакция на текст закладывается, да, то есть общие, неспецифическими, общие, как бы, рецептивными реакциями и ожиданиями от текста вообще. понятно, что это жизненность, и что, не дай бог, таких испытаний никому, да, это такая типичная реакция, я не знаю, на мыльную оперу, на, в общем, на все, на статью в газете на Дом-2. Вот, то есть вот мне кажется, что здесь можно различить, как бы, да, морфологический момент, да, и содержательный момент в этих реакциях, и если это все еще кодировать, и, кстати, я бы классно бы с удовольствием обсудила бы на семинаре, как это все кодировать, да, то, мне кажется, было бы прям жутко интересно, еще графики какие-то можно было построить по интенсивности, да, и потом с ними что-то сделать, вот. Ой, спасибо огромное за комментарии, да, я с самого начала сказал, что для меня это вот как-то новый такой опыт, я как-то, поэтому я, когда уже начал их анализировать, сразу понял, что возникает куча вопросов по кодированию, и вообще, как этих читателей представлять, и понятно, там возникали какие-то ситуации с, ну, там, например, читатель пишет про плохой язык романа, и при этом, там, с моей точки зрения, язык отзыва тоже не очень какой-то, ну, такие вот забавные моменты, вот. Но, в принципе, да, я совершенно согласен, и вот это была тоже моя изначальная гипотеза, да, что можно вот эти четкие зависимости установить, да, вот как вы сказали, с одной стороны, специфичность отзывов, а с другой стороны, какие-то общие литературные суждения. А потом, когда я начал их анализировать и сравнивать, оказалось, что вроде как люди, которые все дают там положительный отзыв, они про одни и те же вещи могут писать разные, давать разную интерпретацию. То есть сложно было установить какие-то общие основания, кроме вот этого самого эффекта, который точно есть, поскольку есть и потребность, видимо, в написании отзыва, в том, чтобы как-то этот эффект выразить. Ну, в принципе, спасибо, да, надо думать над этим. Спасибо. Ну, не, ну явно же про технологии, это вот эта специфичная штука, и с ней, мне кажется, можно покрутить так дальше реакция на технологическую сторону сюжета. Спасибо, еще вопрос, пожалуйста. Да, если можно, Артем, да, спасибо большое за доклад, по-моему, очень здорово получилось, мне очень понравилась эта идея, идти от, ну, то есть вот заметить этот эффект, да, и дальше показать, как все готовые интерпретационные модели, которые есть, они нанизываются на этот эффект, и могут быть именно что с противоположным знаком. Конечно, в этих, ну, можно эти модели как-то разбирать, пытаться классифицировать и так далее, но меня как-то привлек вот именно вот эта исходная точка, этот эффект, и я тоже стала думать, что тогда с ней можно сделать, да, как вообще ее тогда ухватить, да, и что, 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 вот как ее обозначить, да, потому что, мне кажется, тут тоже можно додумать, да, потому что в каких терминах вообще ее определять, определять ее или как эффект, или как, не знаю, потребность, или как смысл, да, потому что это все будут какие-то разные вещи, да, разные измерения. Но, возможно, я подумала, что если посмотреть на это как на аффект, то тут, может быть, и в продолжении первого пленарного заседания того, о чём говорила Татьяна Дмитриевна и вашего диалога с ней, мне подумала, что тут тоже такая интересная вещь, если мы это помещаем именно на границу между... на вот эту интерсубъективную границу, на границу между внутренним и внешним, то тут интересно посмотреть, как устроен этот аффект, потому что если с точки зрения истории эмоций, да, тут можно различить два разных режима восприятия аффекта, такой, наверное, самый древний, это восприятие аффекта как чего-то внешнего, чего-то, чем я захвачен, и тогда я себя утрачиваю в этом, и полностью, как говорят психологи, диссоциируюсь, или в этих термах оказываюсь отвлечён от своего опыта, я погружён во что-то другое, вот эту внешнюю стихию, которая меня захватывает и увлекает, да, а более позднее восприятие эмоций, эмоциональности, да, наоборот, это что-то, да, что возникает внутри меня, да, что я могу как-то дифференцировать, распознать, там, пережить через ощущения телесные и так далее. Вот можно посмотреть, как вот описание этого аффекта, да, как оно устроено, да, это больше как внутренний опыт, как внешний, как эти вещи пересекаются, вот что-то такое мне пришло в голову. Спасибо большое. Вот тоже я когда думал, у меня в голове возник такая, не знаю, насколько это термин, наверное, это даже не термин, его нигде нет, эстетический стимул, но мне он как бы сразу не понравился, потому что получается какой-то такой бихевиоризм странный, вроде как текст оказывает стимул, а мы как читатели можем только реагировать, и всё. Вот поэтому вот, да, вот, наверное, что-то вот, как вы говорили, да, внутренний, внутренний аффект, вот в эту сторону надо подумать. Как он воспринимается? То есть он воспринимается как что-то внешнее или как что-то внутреннее? Возможно, и то, и другое, и интересно посмотреть, вот как тогда это будет выражаться. Да, вот, это в любом случае окажется на грани, вот мне кажется, это интересно, что это не внутреннее, не внешнее, а, возможно, где-то на грани. Но можно вот с этим работать от смысла с этим. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Нам, наверное, пора уже двигаться дальше. Поэтому переходим к нашему последнему докладу. И наш последний докладчик это Антон Владимирович Романенко из Карлова университета в Праге с докладом «Механизмы когнитивного распознавания в романе братьев Сургатских «Улитка на скроме». Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое за предоставленное слово. Цель моего доклада — это попытка обосновать интерпретационную модель романа против Сургатских «Улитка на склоне», которая основывается на положениях, разрабатываемых когнитивной лингвистикой. Мне кажется, что подобная интерпретационная практика сегодня тем более актуальна, что большинство подходов к творчеству Сургатских основывается на модели, которую Ирина Михайловна Каспея писала как «Чтение между строк». И в свою очередь эта модель предполагает, что в произведениях Сургатских существуют некие скрытые смыслы, аллегории, аллюзии, политические подтексты, и задача интерпретатора сводится к тому, чтобы эти подтексты раскрыть и как-то декодировать. В самом деле подобный семиотический подход оправдан в ряде произведений Сургатских, в их ранних текстах, тем более в их поздних текстах также отчасти, но именно «Улитка на склоне» представляет собой некий переломный момент, когда эта модель семиотического описания уже, как мне представляется, не столь эффективна, и даже в понимании Сургатских они отходят от этой модели. Сургатские в своих многочисленных интервью, в частности, когда они описывали, как они работали над именно этим романом, мы можем прослеживать определенный параллелизм, когда изменение концепции, изменение стратегии смысла образования в романе соотносится с изменением в их мировоззрении. Если их изначальное мировоззрение основывалось на том, они говорят, что в 50-60-е годы это время, когда широкий слой общества вдруг обнаружил для себя будущее, и это понятие светлого будущего в их представлении соотносилось с представлением о неком утопическом пространстве, в частности, они говорят об этом как о коммунизме, который можно активно строить и создавать. Собственно, можно сказать, что отчасти в ранних своих произведениях они таким конструированием утопического занимались, но однако же впоследствии они полностью присмотрели свои взгляды, разочаровались в этой идее, и вот когда они работали над улиткой на склоне, они уже говорят о том, что вдруг нам явилась гениальная идея описать настоящее. И подчеркнуто они пишут, что это настоящее явилось не как научно-фантастическое пространство, определяемое именно семиотическим подходом. Литературовед Марко Жино описал научную фантастику как семиотическую практику, а они используют слово «символический» и говорят, что мы вдруг поняли, что мы должны создать символический текст, в котором будущее явится как что-то принципиально неизвестное и, как об этом пишет, опять-таки, Ирина Михайловна Каспе, как что-то, что нельзя приручить и сделать подвластным. Это же обстоятельство очень интересно фиксирует в своей статье «История улитки». Светлана Бондаренко, где она пишет, что первоначальные варианты текста отличались семиотической точностью, что у нас было явно четко разделимое научно-фантастическое пространство планеты Пандора, там существовала некая база, и исследователи изучали эту планету. Когда, между тем, в финальном варианте произошло то, что Светлана Бондаренко называет повышением абстрактности, то, что я, наверное, думал, что мы также можем описать как размывание какой-то общей семантики романа. Это проявляется, например, в том, что Стругацкие выбирают слова в конечном варианте, которые предполагают больше смыслов. Например, у них есть один персонаж, который в первоначальном варианте назывался Старик, называется Старцем, и это уже слово, которое предполагает не просто старого человека, но может означать и монаха, и просто мудрого человека. И такие изменения прослеживаются очень много где, и, как пишет Бондаренко, что в общих отрывках текста происходит фантастических реалий, реалий будущего на существующие либо более приличествующие некой конторе. И интересно при этом, что если первоначальный, семиотически выверенный и четкий вариант текста ясно прочитывался Бондаренко как аллюзия на то, что она называет советское, то конечный вариант она называет именно абстрактным, то есть более непонятным. И, соответственно, мы можем видеть, что параллельно с тем, как Стругацкие отходят от этого некого утопического видения, от задачи построения утопии, меняется также и их метод письма. Интересно в этом смысле, что Ирина Каспай описывает утопию именно как четкое пространство стерильных, замкнутых себе смыслов, автореферентных, в котором каждое слово понятно, ясно и нет никакой семантической амбивалентности. И вот мне кажется, что мы можем связать появление именно этой семантической амбивалентности в романе «Братьев Стругацких» с тем, что они переходят от конструирования утопического дискурса к его оценке и осмыслению. И, как пишет Ирина Каспай, утопический дискурс в годы оттепеля уже был легитимизирован, и он, цитата, «был вплетён в сами паттерны когнитивного конструирования социальной реальности». Я прошу прощения, эта цитата не совсем, возможно, точная, но слово «когнитивное конструирование паттернов» совершенно точно мне присутствует, и мне кажется, что это важно, потому что тут же возникает вопрос, как именно происходит понимание того, что речь идёт уже не о конструировании утопического дискурса, но о его критической рецепции, если можно так выразиться. Ведь совершенно очевидно, что нельзя деконструировать утопию с помощью утопии. То есть если мы говорим о том, что Стругацкий уже не использует семиотическую стратегию смысла образования, то возникает вопрос, как тогда получается так, что, читая этот роман, мы совершенно точно можем предположить, что в нём происходит, хотя нам, возможно, будет сложно как-то и в словах описать наш опыт. И вот здесь я бы хотел обратиться к когнитивной лингвистике, центральным онтологическим предположением которой является идея, что одни и те же когнитивные механизмы участвуют в том, как мы находим себя в пространстве мира и в том, как мы находим себя в пространстве языка или нарратива. Как это очень красноречиво описал один из когнитивистов Питер Стоквелл, существуют определённые параллели между нахождением себя в пространстве комнаты и нахождением себя в пространстве текста. Continuities between finding your way around the room and finding your way around the text. И эта сентенция тем более интересна, потому что весь роман Стругацких «Улитка на склоне» вообще построен на движении героев и на их попытке выбраться из замкнутых в себе пространств леса и управления. Как вы можете знать, роман является собой именно два таких параллельных нарратива. Один нарратив разворачивается в пространстве леса, главный герой там кандид, и другой нарратив разворачивается в пространстве управления, главный герой Перец. Перец, наверное, всё-таки правильно. И эти герои постоянно пытаются найти выход за пределы своего существования. И при этом у них это постоянно не получается. Кандид ходит по лесу и буквально-таки вязнет в этих болотах. У него очень как-то сложно и тяжело проходит мышление. Он не может вспомнить, как он туда попал. Параллельно ему встречаются какие-то сложно необъяснимые понятия, явления. И то же самое Перец сталкивается с миром абсурдной бюрократии. Повествование принимает черты, схожие с поэтикой Кавки, что неоднократно отмечалось исследователями. И вообще как-то ему сложно просто выйти и куда-то прийти. И вот саму по себе эту нарративную стратегию можно описать с точки зрения теории диектического сдвига, разработанной именно в рамках когнитивистского подхода. Эта теория предполагает, что художественный текст создаёт некое диектическое окно за счёт диектических маркеров. Диексис — слова, предполагающие описание субъектов в пространстве и времени. Что художественный текст, в нём присутствуют диектические окна, которые дают читателю, грубо говоря, взгляд, или можно даже сказать, которые локализируют субъективный взгляд читателя в художественном мире. И как я уже сказал, в романе Стругацких вот эти диектические центры, которые, собственно, нормализируют, устанавливают, фокализируют взгляд читателя, они принципиально нестабильны. И вообще можно сказать, что само по себе движение фокализации субверсивно в романе. Постоянно, как я уже говорил, меняются какие-то события, герои попадают из одной комнаты в другую. Эта комната выглядит так же, как предыдущая. И вот сам по себе вот эта диектическая картина романа нестабильно, хаотично, противоречива. И мне кажется, что именно в этом и заключается вот этот когнитивный механизм распознавания утопического дискурса. И здесь я бы хотел сделать очень важное предположение, очень важную оговорку о том, что вот, например, в части управления бюрократические перипетии, через которые вынужден пройти Перец, не должны нами считываться как банальная аллегория или аллюзия к опыту советской, может быть, и российской, к опыту столкновения с советской, может быть, российской бюрократией. Безусловно, возможно, этот аспект присутствует, но это было бы слишком просто. И мне кажется, что смысл здесь заключается именно в том, что вот эти описания, эта нестабильная диектическая картина являет собой, как бы она научает читателя когнитивно ориентироваться в нестабильном же утопическом дискурсе, развернувшем себя в поздней советской культуре. Здесь я бы хотел попытаться сделать одно, возможно, очень противоречивое сопоставление и сослаться на идею Алексея Юрчака, описанную им в книге. Это было навсегда, пока не кончилось, если, простите, возможно, неправильно цитирую название, где он рассуждает о позднесоветском идеологическом дискурсе, как о дискурсе, который, цитата, «потерял задачу более мерного, верного описания реальности, приобретя вместо нее иную задачу создавать впечатление, что возможен только такой, никакой вид репрезентации». Иными словами, основным эффектом этой символической системы было не создание точного описания реальности, а создание ощущения того, чтобы публично описать реальность, можно было бы только в таких символических формах. То есть, по сути дела, мне кажется, что мы можем говорить о том, что Юрчак описывает постнесоветский идеологический дискурс как диектически нестабильный. И мне кажется, что в этом смысле мы можем говорить о том, что братья Стругацкие на текстологическом, нарративном уровне создали некую эквивалентную модель описания, которая как бы соответствует самой же диектической нестабильности, присутствующей вот в этом идеологическом дискурсе. И мне кажется, что этот подход, что мы можем описать эту ситуацию именно такими словами, потому что нам не обязательно как бы… Вот здесь я бы хотел сослаться на идею, озвученную во время пленарного заседания. Там прозвучала очень заинтересовавшая меня формулировка «эмоция, у которой нет имени». И вот мне кажется, что здесь речь идет как раз-таки о том, что Стругацкие сумели описать и захватить когнитивный опыт, у которого нет имени. И нам, может быть, не совсем обязательно называть этот когнитивный опыт как-то по имени, чтобы понимать, о каком именно эффекте шла речь. У меня все. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, Антон Владимирович, за очень интересный доклад. Пожалуйста, вопросы. Я предоставил показать, что мы находимся в замечательной ситуации, когда автор доклада ссылается на некоторую научную концепцию, и одновременно с этим у нас присутствует автор этой научной концепции. В смысле, Ирина Михайловна Каспе. Да, я хотела прокомментировать. Спасибо большое. Интересный доклад. Вы, скорее, как автор концепции, как слушатель. Мне кажется, очень продуктивная вот эта мысль про какую-то когнитивную карту представить эту связь пространственную когнитивную, пока для меня это звучит скорее как интрига. То есть я услышала, что вы хотите сделать что-то такое очень интересное, но пока мы как будто в докладе были еще не очень развернуты. Мне как-то очень интересно, что вы с этим сделаете, потому что правда это какая-то очень интересная вещь, и если это действительно удастся связать как-то с тем восприятием реальности постно-советским, которое описано в Урчак на своем языке, тоже это было бы правда очень любопытно. Единственный такой комментарий по ходу доклада, что может быть мне показалось, что вы прослеживаете какую-то эволюцию Стругацких от какой-то такой усиленной семиотичности и утопичности к каким-то другим моделям. Мне кажется, может быть тут скорее вот это движение оно не вполне прослеживается так жестко, потому что уже как концепция я как раз хотела показать, что и утопия у Стругацких специфическая и вот в этот модель чтения между строк они тоже как-то не вписываются, то есть это скорее некоторая модель чтения, которая существовала, воспроизводилась и так далее и можно было так читать, но тексты Стругацких предполагали и другие типы чтений, я тоже как раз старалась показать скорее больше это, и в смысле утопии Стругацкие скорее больше их ранние какие-то утопические тексты, они наоборот не холодные, а скорее такие очень обжитые, такие наполненные какими-то одомашненные, скажем так, такие наполненные очеловеченные, одомашненные, там много таких отсылок к знаком какого-то такого дунинского обвесенного общения, какой-то теплоты, сердечности и домашнего комфорта и так далее. То есть мне кажется, что тут вот это видное, как я и в всяком случае услышала, что Стругацкие от какой-то холодной семантичности перешли к чему-то более сложному, мне как-то кажется, что тут тоже можно что-то додумать. Спасибо. Спасибо вам большое за комментарий. Да, конечно, я, возможно, это не совсем правильно артикулировал. В сущности сама по себе вот эта семья семиотика, свойственная для научно-фантастического жанра, она как бы, наверное, присутствует и даже в собственном улитке на склоне, то есть в части с лесом, там, например, есть все эти различные странные обитатели леса, некие мертвяки, и это слово мертвяк работает именно как фиктивное слово, о котором говорил Марк о жено, то есть как некий элемент синтагматической цепочки, отсылающий к отсутствующей парадигме, к парадигме фантастического мира, в котором этот мертвяк является частью большей цепи. И я, так что, конечно, я думаю, что, во-первых, понятие эволюции и развития здесь неприменимо, а, во-вторых, я именно отсылаю, отталкиваюсь от ваших мыслей о том, что, вот, как вы говорите о том, что в книге Устругацких читательское взаимодействие очень субъективно, оно проживается, и что читательское понимание романов отталкивается от распознавания иной повседневности. И на самом деле эти мысли только упрочивают мое предположение о том, что когнитивная лингвистика может здесь использоваться, потому что, опять-таки, когнитивная лингвистика утверждает, что одни и те же когнитивные законы распространяются на взаимодействии с языком, с миром речи, дискурса и с фикциональным текстом. Петер Стоквелл в этом смысле даже в своей последней книге утверждает, что нет никакой разницы между тем, как мы общаемся с реальными людьми и тем, как мы общаемся с персонажами книг художественной литературы. Так что, да, конечно, я с вами полностью согласен. Большое спасибо за комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok